Стиль в моде — понятие широкое. Чтобы создавать его красиво и легко, важно обладать базовыми знаниями и, как говорят профессионалы, быть насмотренным. Об этом в рамках своего воркшопа рассказывал челябинской публике звездный имиджмейкер Дима Игоревич. Я не могу сказать, что я какой-то суперпопулярный. Конечно, многие меня знают, но в первую очередь, это, конечно, работает. То дело, которое ты делаешь, — это то, что ты делишь из знаний на спетьми, потому что далеко не каждый изготовки делает, и не каждый изготовитель умеет это делать. На самом деле, это все еще с детства началось. Я очень любил как-то належаться, когда я учился в старшем заведении. У меня было бабушке нельзя, знаете, два раза ходить в одну и ту же одежду — это муветон. И вот как-то потом все это забылось, а потом это всплыло, и я начал заниматься шопингом, а потом обучился съемкам, и вот с тех пор я занимаюсь съемками, и чему, собственно, не рад. Фотографы, стилисты и просто те, кто интересуется модой. Публика в этот день разнообразная, однако всех объединяет жажда новых знаний. Визуально публика очень крутая, прям, они живые такие, они спрашивают, они... Глаза горят, как говорится, я очень люблю такое, потому что иногда бывает, что они сидят, как, то ли в людьем настроении, то ли как-то звезды не так совершенно, не знаю. Ну, сегодня прям все идеально, прям все круто, и, конечно, обратная связь от людей, то, что там спрашивают, что-то там, мы вместе что-то придумываем, генерируем, конечно, это круто. Во-первых, у Дмитрия такой питерский антураж, безусловно, это приятно очень, и слушать, это интересно слушать. Новые фишки какие-то, да, что поможет нам лучше организовать фотосъемку, по организации, по проведению. Вот сейчас обсуждали мутборд, это очень творческое занятие, как Дима говорит, как художник. То есть это все очень интересно, очень поможет нам в работе. Самое главное, что я отметила, ну, что я, в принципе, знала, и чем я уже пользуюсь, это то, что нужно быть и оставаться человеком. То есть все взаимоотношения должны строиться именно на человеческом уровне, на доверии, на понимании и, в первую очередь, на ответственности. В этот раз я узнала много мелких деталей. То есть, допустим, когда ты ходишь на какие-то мастер-классы, ты узнаешь информацию целиком. А здесь очень много мелких деталей, такие, как, например, мозговой штурм по поводу построения, стилизации самой фотосъемки, что можно подходить не только к работе, можно подходить не только к творческому процессу и продумыванию образа, но и к чему-то более философскому. Один из основных критериев успеха стилиста – попадание в свою аудиторию. Модных концепций сегодня существует очень много, а потому важно собрать вокруг себя людей с общими вкусами и взглядами на жизнь. Любой продукт, а фотография – это продукт, над которым трудится целая команда, что нужно понимать, для какой целевой аудитории. И нужно понимать, если ты делаешь какие-то супер-супер наполненные, насыщенные образы, нужно понимать, для чего ты это делаешь. Ну, как бы фэшн ради фэшна – это так себе. А если у тебя есть целевая аудитория, либо это какой-то журнал, где аудитория этого журнала это любит, воспринимает, ценит, то для такой цели – да. Высчитывание формулы кадра, составление мудборда и прочие профессиональные тонкости – это лекция для тех, кто постоянно развивает свои профессиональные навыки. Впрочем, у Дмитрия есть советы и для простых обывателей. Ну, если для людей, которые не работают, ну, вообще в модной индустрии, да, и никак, может быть, не связаны с творчеством, ничего, что-то. Первое, что я бы, вот, действительно всем и пожелал – плюйте на мнение окружающих. Совершенно. Носите, что хочется вам, не бойтесь осуждения. И просто здесь кишка уверенности. Когда ты понимаешь, что ты выглядишь классно, и пускай ты не понимаешь другие, ты уверен в себе, там, ты одел розовый свитер, там, зимовый пиджак, да, понятное дело, что смотрят на улице. Но мне по барабану, потому что это я. Это я, я яркий, я открытый, я веселый, и мне совершенно не важно, что подумают люди. Если ты только начинаешь тушеваться немного и сам себя сомневаться, то, конечно, это еще больше повод для того, чтобы тебя как-то задеть. Поэтому не бойтесь, живите в кайфе, живите раскрепощенно, раскрепощайте вокруг всех, что любой негатив можно перевести в позитив. Плюс, конечно, лайфхак, ну, не лайфхак, тоже такое пожелание. Интересуйтесь искусством, интересуйтесь модой, интересуйтесь творчеством во всем его проявлении. Это кино, классическое, не классическое, главное, чтобы было качественное, хорошее кино, не второсортное, как говорится, да. Работайте над своим визуальным окружением, да, даже те же, эти инстаграмы, да, подписаться на каких-то художников, арт-галереи, на каких-то музыкантов и окружать себя вот именно творчеством, потому что мы живем в таком мире, где творчество бесценено. И если ты занимаешься творчеством, в классическом понимании обычного среднестатического россиянина, ты разгильдяй, лучше бы пошел работать на завод, лучше бы, не лучше бы, каждый сам решает, но и каждый должен заниматься своим делом. Я, извиняюсь, на заводе очень плохой сотрудник, у меня ни дисциплины, ничего нет. Но есть творчество, есть желание, есть возможности, есть голова, есть определенный порыв. И творчество действительно, оно способно менять жизнь людей. Чтобы выглядеть модно, не обязательно придерживаться правил и советов от стилиста. Достаточно найти свое видение актуальных трендов.